Светы на все вопросы, какие есть у человека. Мы сюда пришли, православные христиане, проповедники, чтобы людям рассказать о Христе, о спасении. Потому что это место, место разврата, гнусности, матерщины, всякой скверны. А Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Потому что со смертью не заканчивается история человека, а только начинается по-настоящему. Земная жизнь в этих подготовках будущности. И у Бога два места есть только. Вечное горение в огне, гиенна огненная, с сатаной вместе. Или быть с Богом в Царстве Небесном. Главное для человека – спасти свою душу, прославить Христа на земле. И путь истины и жизнь, Господь говорит, является он. Он. Евангелие от Яна 14,6. Я спрашиваю тогда вас. Скажите, дорогие, у вас такая книга в доме есть? Не, я экстремистскую литературу не держу дома. У вас её нету. Она у бабушки в той комнате. Эта книга отвечает на все вопросы, для чего человек рождается. Она говорит о Христе Иисусе, который распят был за каждого из нас. Пролил свою причистую кровь. И веруя в него, человек получает прощение. Вот интересно, сколько в Ютубе, там тысячи, вот у меня канал в Ютубе, 17 тысяч 400 роликов. И ни в одном нет, что пили. Здесь всё пьют и пьют все. Почему? Вопрос задать. Почему здесь всё время хлюпают? Едят что-то, или пьют, или курят. А рот занятый. Или матерки у него изо рта летят. Почему? Почему? Потому что это место блуда. И за это обещан Богом геенский огонь. И люди пытаются его залить сейчас. Блудную похоть. Половина здесь голые мужики валяются. И процентов 90 мусульмане. Отец, а ты с какой целью вообще тут сидишь? Что в какой? С какой целью? Ты вообще сидишь. Я не просто, я не сижу, я работаю. Уже 4 месяца. Знаете, вот сейчас вот отмечают как раз 25 лет, как поезд Новосибирск. Адлер взорвался. Два поезда взорвалось на газовом. И сразу 750 человек погибло. Так спрашивается, там врачи для чего были? Обожженные. Некоторые там ничего не осталось. А некоторые такие можно было еще лечить. Но они умирали все равно. Зачем врачи? Вопрос поставили. Затем, что они обожженные. Мы пришли сюда, люди обожженные духом блуда. Сквернословие. Мы пришли как врачи сюда рассказать о Боге, о Христе, о спасении. А почему Бог их оставил? Дал взорваться им. Я еще раз спрашиваю. Если у вас книги этой нет, вы ничего не знаете еще. Она человеком написана книга. Ну, не поведай нам. Так, подождите. Вы между собой согласованы, говорите? Или попросите? Писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Каждая буква вымерена у Бога. Я не поддерживаю твою веселье. Ну, не поддерживаешь. Умирать-то будешь. Потом какой ответ дадим перед Богом-то? От этого от нас не зависит. Мы все умрем. Но там начинается новая бесконечная жизнь. Одни с дьяволом будут мучиться в огне, в озере огненном. А праведники с Богом в Царстве Небесном. Нет, все умные люди будут с дьяволом. С ними веселее будут. Тело воскреснет заново. Тело воскреснет. Но Бог сильно-то не навязывает. Он только говорит. Идите и возвестите благую весть. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А ты всю жизнь был святой такой? Мы в этой жизни подготовимся к будущей. И смерть – это и есть начало новой жизни бесконечной. Есть только одна жизнь настоящая, и все. Одна настоящая. Вы еще такие люди, вот такие, как вот, ну, сейчас вы нам рассказываете, становятся, когда очень много нагрешили. И ты должен ей не сказать. Только нагрешили. Скажите, вот сейчас статистика показывает. Христиан в настоящее время 2 миллиарда 200 миллионов. Есть мусульмане такие. У них главная книга эта тоже говорит о вечности. 2 миллиарда. Буддизм – почти 2 миллиарда неверующих. Там новоязычники, там разные такие. Всего лишь 8 процентов. Но на них падает 99,9% всех преступлений мира. Узды нету. Доверия нету. Обкрадывают. Взятки везде. Коррупция. Почему? Бога не верят. А раз Бога не верят, ну, твори, вы думаете, пробуй, как Маяковский говорил. Верующий, он этого не делает. Надежда Константиновна Крупская. Надежда Константиновна Крупская. Кто это? Жена Ленина. Жена Ленина. Уже забыли. Жена Ленина. Да. И она говорила, 17% абортов, 17% разводов – это катастрофа. А у нас 86% в стране разводов. И за время перестройки неверующие женщины сделали 120 миллионов абортов. Государство погибло в животе и в вагине. И мы улыбаемся, мы ходим, рты разеваем. Ха-ха-ха. Есть такой фильм. Никита Михалкова «12» называется. «12». Вот там об этом хорошо говорит. «12». Включите, потом посмотрите. «12». В чеченские событии. Как там говорит? Вот там цунами. Там землетрясение. Тысяча людей по... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. То есть это народ такой. Его все время смешили райкины. Надо плакать в этой жизни и молиться, чтобы не попасть в этот огонь. Горе смеющимся ныне. Блаженны плащащие. Вы это, мужики, должны знать. Но вы же сами знаете. Почему вы безбородые? Потому что подкаблучники. А это власть на женщина. Она тебя глядит, как на скалу. А почему? А мне нравится Танька, Манька. Какая разница? Я вам рассказываю. Не выдумки какие-то. Зачем ты всех осуждаешь? Я рассказываю то, что есть. Статистика говорит. И спасение во Христе. Приди, покайся. Обещай Богу. Живи в Боге. И будет по-другому. И нигде не нарушай его святые заповеди. Чтоб Дух Святой тебе мозги-то просветил маленько. Человек курит. Только засрет мозги. Мужики. Он служит только. Понимаете? Вот когда дома сидите, так вот в тепле, то еще можно говорить. Я вам сейчас... Вы только не уходите, чтобы прослушать. Смотрите. Я живу в Барнауле. Барнаула, Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне Господь позволил одновременно вести занятия со студентами в пяти университетах, в тринадцати школах. И три радиопрограммы вести. И у меня вышло из печати 38 томов книг. Представляете? И я первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ. И мне пришлось пять тюрем пройти. И вот вообразите. Вот вас сегодня арестовали. Вы заходите в камеру. Послушайте. Вот сегодня вас арестовали. Вы только зашли в камеру. Еще дальше будет. А в камере 75 человек. Там дымина какая. Тебя будут проверять около параши. Но если я зашел, я первым делом перекрестился. А там 75 человек. А рассчитано на 25. Я говорю, мир дома всему. В дыму что-то шевелится. Подходит один человек высокого роста. Подходит. Отец, ты за счет сидишь? Я говорю, какая статья? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Я говорю, это 190, это прим. Не слыхал такой. А кто? Вор в законе. Шестая ходка. Я, говорит, не знаю этого. Я говорю, она звучит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественные государства из той страны. А какой? Я архипелаг ГУЛАГ издал. И уже вечером нашлось, а на 75. Три не курят, трое, вымоют руки. И с восьми до десяти я им проповедую. Открывается дверь. Охранники с двух этажей около дверей приходят, стоят. А неверующий был бы, да никому я нужен. Понимаете как? Бог дает победно идти по этой земле. Мне 81 год. А зачем в полка, блядь? Это Бог делает так. Мы пришли вам сказать. Со Христом ты всегда победитель. Всегда. Над грехом, в первую очередь. Ладно, отец, все, мы пошли дальше. Идите с Богом. Если есть, считаешь ли ты ее, знаешь ли ее содержание? Здесь ответ на все вопросы. Для чего человек живет? Эта книга говорит нам, что на землю приходил Христос, Бог. И умер за наши грехи и воскрес. Чтобы верой в Него мы получили прощение грехов. Чтобы жили для Бога. Чтобы после смерти не в ад пойти с сатаной. Гореть в озере Огненном. А пошли на небо. С Богом быть царствием небесным. Я очень много книг прочитал, честно. Но эту книгу вообще надо ли мне читать вообще? Если я не крещенный. Ну не крещен, так это выжища. Я башкир. Так, вы только не ругайтесь, я прошу, чтобы не заругались. Нет, 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 ну что? Так, вы знаете, Евангелие написано так. Ибо свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Делающий доброе идет к свету. Делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обречились дела его. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Понятно. А этот, ну как? Не знаю, что вам сказать, короче. Вроде как вы правильную мысль толкуете, но сейчас молодежь такая, знаете, она слушать, и больно вас не будет. Я вижу, какая. То, что я вас сейчас сижу, слушаю, это как вы знаете. Вижу, что человек старается. Вижу, что душу сливает, поэтому я стою и слушаю его. А так молодежь, они просто уйдут и все. Они не слушают сейчас этого. Эти люди приготовлены при жизни к мучениям. Они страшно мучаются. Нет семьи. Они только блудят. Погибают от наркотиков. Больше 36 лет не живут. Так у меня тоже семьи пока нет, я холостой. Но я не пью, не курю, занимаюсь спортом. Видите? А вы говорите вот. Мало таких. Вот здесь, в этом месте, в рулетке. Половина мужики голые валяются. Занимаются анонизмом. Женщины тут тетьками трясут. Совокупляются открыто. Дети маленькие матерятся. Только увидят, ай-яй-яй, крещат все, как бессинята какие-то. А вас как зовут? Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Таких данных достаточно, чтобы разговаривать? Ладно, достаточно. Ну, правильно. У меня просто надо имя узнать, что. Меня в чем зовут? Я нахожусь в республике Башкатастан. Городный человек. Вы молитесь или нет? Я? Да. У вас нет такой, называется, счет? Иногда, иногда нет. А в храм Божий ходите? Знаете, когда мне что-то нужно, я прошу Бога. Вы в храм ходите? Нет. Ну, а как? Я в мечеть ходил. Что? Я в мечеть ходил. То есть вы думаете, что умрете, и дальше ничего не будет? Или что-то будет после смерти? Вы знаете, я так не думаю. Я вообще не думаю пока. Страшно подумать. Надо знать, что всем надлежит однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям 9.28. Христос придет судить мир. Все мертвые воскреснут. И одни пойдут в огонь вечный с сатаною, а другие в Царство Небесное. Ладно, понятно. Хорошо. Было приятно с вами поболтать. До свидания. Вы можете зайти на наши ресурсы. Ютуб у нас очень большой. Хорошо. Во свете Библии Игнатий Лапкин. С Богом. У всех как дела, как зовут. А вам это абсолютно безразлично. Нет, мне интересно. Как шаблон какой-то. Ну, зовут меня Лапкин Игнатий Тихонович. Нахожусь в городе Барнолатайский край. Мне 81 год. Ну, что из этого? Я сказал вам паспортные данные. Вы что, научились, нет? А ты бы спросил, у меня возраст больше, опыта больше. А что делать здесь? А как у вас дела? Я сейчас сказал, Игнатий Тихонович Лапкин. Да не зовут дела как? Дела, которые люди имеют у себя руководство Божие, слово. То у них и дела идут. Только вверх. Живут по западу. А у которых этого нет, неверующие, они идут вниз. В огонь вечный с сатаной. Вот разделение когда будет? А вы знаете, кто рулетку эту создал? Иисус Христос. Ну, кто создал? Не знаю. Мальчишка, 15-летний двоечник, Андрей Терновский. Он говорит, я понял, экзамены не сдать, а одни двойки. Я, говорит, стал думать и придумал вот это место. А потом подшлифовал. Это место разбрата. Не надо регистрации, ничего не надо. Приходите, блудите напропалую. Он сразу миллионером стал, выехал в Америку на Лазурном берегу. Ну, хотя это можно знать. Интернет кто изобрел? Кто изобрел? Тим Бернер Сли. Тим Бернер Сли. А кто изобрел мобильный телефон? Мартин Купер. Ну, это можете знать. Вы же моложе меня. А что знать-то? Ищите Бога, пока Он близко. Войдите. Да, что Стим создал. Молитесь, пока Бог, говорит, еще благотерпит нас. Потому что грядет великое бедствие на всю Землю. Вся Земля будет гореть. Представьте вот эту книгу. Так, подожди, подожди, потихоньку. Теодор Драйзер. Да. Да, хорошо пишет. Это английский писатель. Теодор означает Федор. Ну, и вы считаете... Can you speak English? Don't understand me? I say you about Jesus Christ. Do you understand me? А, во. А немецкий знаете? Милостью Божией мы можем говорить о Христе. А Стивена Кинга знаете? Так, подождите. Стивен Кинг. Стивен Кинг. Нет, я его не считал. Это новое. Я не считал. У меня в своих вышло книг 38 томов. Так что можешь зайти на сайт посмотреть. И мы предприняли миссионерскую поездку из Барнаула до Владивостока. Посещали все города. И в каждом городе, в библиотеке, районные центры я дарил полный комплект книг. А они стоят 750 евро. Потом дошли мы до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 остановок. И везде проповедовали. И сделали подарок библиотекам на 35 миллионов рублей. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А вот здесь все пьют. Пьют воду или что-то. А почему? Пытаются залить блудный огонь, который уготован здесь. Везде пьют и пьют непрерывно. Я не пью. Ну, молодец. Уже в этом можно сказать хорошо. Я им говорю, вот, я вел занятия одновременно в пяти университетах. И у меня никогда на капитре, двухчасовые, пара часов, никогда не стоял стакан с водой. Я считаю, это за позор. Надо жить для Бога, молиться, ходить в храм. Если ты в Украине ищешь славу, вот это будет слава, в первую очередь, Господу Богу нашему Иисусу Христу. Мы же через Киев получили веру-то. Киев, мать, всем городам. Мы никогда, от Украины не отделялся никто. Это нас, вот таких вот, которые ничего не знают, выставили на Майдан-то. А теперь бросили. Что, лучше стали жить? Мы один народ. У нас жены у всех, все украинки. Что-то вы ушли куда-то вниз. Вот так. Мы, украинцы и белорусы, один народ. Не три народа. А вы смотрели фильм такой, называется Иисус? Нет. А посмотрите. Сейчас вышел небольшой видеоролик, называется «Интервью с дьяволом». А я ноль смотрел. Смотрели? Интервью с дьяволом. Нет. Журналист сидит, а дьявол ему отвечает на вопросы. И он отвечает, что был когда-то там на небе, его сбросил Бог оттуда. А теперь он вот это все делает. Он говорит, а кто у вас враг? Он аж заскрешетал. Это, говорит, тот, которого я распял 2000 лет назад. А что дальше будет, что ждет? Он говорит, он придет оттуда и убьет меня. Это дьявол говорит. И как он обманывает людей, как водит в заблуждение, чтобы верил в лжи, а не в истине.